Ребята, привет! Сегодня ответим, наверное, на самый популярный вопрос. Табличку завалили буквально вопросами по проекту Bytex.net. Все помнят, в прошлом году проект такой, в принципе, был очень интересный, много людей очень туда зашло и все так хорошо развивалось. Даже наша команда, когда мы заходили, там сделали там три, там четыре кто очень хорошо заработали, но потом началась там какие-то ситуации интересные, начал там какой-то рост там аномальный курса, потом падение, потом какие-то конспирологические теории были, что админы съездили в Дубаи там с кем-то шейхами, чуть ли не договорились, чтобы продать им там подешевле монеты, слили там их все, а потом собирались опять работать, какие-то там сказки. Сейчас мы видим на данный момент, что вот заходим на сайт и видим такой вот, не удается получить доступ к сайту. Админы, админы этого сайта, все помнят, они не особо там такие как бы любили там выходить особо на связь, там работали через какие-то там, редко были какие-то, у них там зумы они проводили, там что-то постоянно как-то. Ну, я первый раз видел такие, такой проект, где админы не очень-то любили общаться с комьюнити. Я не знаю, как бы для большинства людей, наверное, это все-таки не очень хорошо, поэтому опять же, сейчас вот люди задают вопросы, ответов, я так и не увидел, походила сегодня специально. Сейчас люди по чатам просят, просят сами провести зум, просят как-то прокомментировать данную ситуацию сложившуюся, хотя бы что-то вообще сказать, стоит ждать, не стоит ждать, и ответа ноль как бы. Ну да, да, и уже даже те же лидеры, которые как бы до последнего там работали с этим проектом, они никакой там информации у них нету, ну как бы понятно, что люди, получается, не получают от админа сайта самого данного проекта, поэтому просто сегодня хотим рассказать свое мнение, почему так происходит вообще, как кто виноват, что делать, и вообще как вообще там эту ситуацию можно использовать для своего, так сказать, дальнейшего опыта в заработке в интернете. Вот смотрите, друзья, почему так происходит, вот мое мнение. Смотрите, в данном проекте вроде бы проект на блокчейне, хотя проект не на своем блокчейне, на блокчейне эфира монета изначально была создана, как бы, ну не заморачивались они тем, что там создавали этот свой блокчейн, не вкладывали деньги, просто использовали чужой. Это полдела. Но, смотрите, почему вот сейчас вот никто не может зайти? Во-первых, смотрите, хорошо бы, если бы у проекта было, например, там какое-нибудь приложение, там App Store, там Google Play, и там на телефонах, на планшетах у всех бы оно стояло, его бы невозможно было там ни удалить, ни естественно, никак, и люди хотя бы могли заходить там через приложение. Ну, Bytex, я не помню, обещали они или нет, по-моему, не было даже обещания. Аня, не помнишь? Нет, по-моему, ничего такого не было, был только голый сайт, в принципе, и все, которое можно было положить на раз-два в любой момент, я так понимаю. Да, то есть отключили просто сервер и все, сайт не работает, там убили базу данных или еще что-нибудь. Ну, даже это полдела. Ну, смотрите, опять же, админы, вроде бы, да, как бы создатели этого проекта, они должны были, ну, сейчас какая-то такая ситуация проблематичная, ну, пока не называем проблематичной, мы все там ждем и надеемся, что проект будет работать, возобновить там и обещанные там они сделают опять там рост монет, там все так все заработает, но, тем не менее, тот же админ мог бы выйти там хотя бы, да, там на связь и сказать там, ребята, да, вот такие проблемки есть, вот мы их решаем. Ну, пока только из-за этого только куча негатива по проекту, куча там в чате людей там посмотрели сегодня специально чаты тех админов и лидеров, которые до сих пор там качают этот проект, в большинстве просто позакрывали возможность писать, потому что мы их понимаем, потому что, ну, куча негатива у людей. Спрашивают, нам-то, в принципе, как бы, ну, там, мы свою команду изначально предупредили об этой ситуации еще там до начала ее и перестали развивать данный проект, потому что, ну, нам не нравилась такая динамика, что ни админы вообще, как бы, не выходят на связь, никто не комментирует, ну, как бы, не выполняется то, что там обещанные какие-то сроки там, это, но опять же, друзья, смотрите, мы изначально, вот когда в прошлом году создали свой криптолидерсклаб, мы искали проекты там, которые на смарт-контрактах, которые максимально безопасны, у которых люди могут зарабатывать деньги. Если мы видели, что проект изначально там потенциал свой выбрал и дальше уже нет его развития, ну, как мы считаем, мы же не какие-то там предсказатели, просто у нас есть опыт, я, например, больше 10 лет зарабатываю в интернете, Аня, наш топ-лидер, она тоже уже несколько лет зарабатывает там чисто в интернете и уже прошли мы очень много проектов, которые, ну, реально уже просто видишь их, как бы чувствуешь по каким-то малейшим признакам. И поэтому мы и рассматривали другие проекты, тот же Артери мы изучали больше месяца, мы общались с админом, мы его доставали, мы с ним почти там 24 на 8 были онлайн, задавали вопросы, потом еще наблюдали после запуска, там прошло 3 месяца, мы посмотрели, что выполняются все там обещания, даже больше. Самый такой был страшный момент для большинства хейтеров данного проекта, там Артери, ну, когда монета должна была выйти на биржу, все, естественно, хейтеры думали, что она просто сольется там и обещание SEO проекта, что он будет поддерживать этот рост монеты, не даст там резким скачкам, падениям, там не будут делать там сотни иксов, как в других проектах, а потом слив делают и все. Это все сработало и сейчас как бы даже те хейтеры, которые там плевались на проект, думали, что он не проживет там и месяц, а уже третий месяц живет, выход на биржу, люди зарабатывают, у нас там, опять же, ребята, есть отзывы, чат у нас с отзывами, с результатами наших ребят зарабатывают практически все, даже пенсионеры, даже там, у нас сегодня видео сняли, самый молодой участник в Артере, 13 лет, по-моему, да, Аня? Да, 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 13 лет. Он уже оплатил из своих там заработанных денег, купил, пошел себе в кафешку, суши купил. Поэтому, ну, опыт в любом случае, друзья, смотрите, кто там переживает из-за того, что он потерял деньги там в байтексе? Во-первых, не нужно переживать, возможно, этот проект еще там как-то там реанимируется, это как бы еще может не конец. Во-вторых, любой опыт, и, опять же, как всегда, мы учили и учим, рассказываем всем своим ребятам, что, смотрите, инвестировать надо и вкладывать деньги только те, которые не боишься потерять. Только так это будет все в радость, постепенно ты будешь выходить все без упыток, потом будет прибыль чистая, вот с этого момента начинается доход, пассивный доход в любом проекте. Чему мы и учим в нашем клубе, поэтому, друзья, насчет байтекса, во-первых, не переживайте, но сделайте вывод, потому что админы должны быть публичные, админы должны выходить на связь, они не должны прятаться за какими-то лидерами и выходить просто как можно чаще, даже в те же чаты отвечать. И самое главное, например, в том же артере, смотрите, отличие артери от других проектов. В большинстве проектов вы просто заходите на сайт, регистрируетесь, и у вас кабинет получается, и там рисуются какие-то монетки, баланс. В любой момент админ может удалить этот баланс, обнулить или даже сайт убрать. В артере свой блокчейн, свои кошельки у каждого из вас, никакие доступа к кошелькам. Когда вы регистрируетесь, вы получаете ситфразу, которая только у вас. Доступа к этим ситфразам ни у кого нет, кроме вас. Админ не сможет ни заблокировать ваши деньги, ничего. Даже если там сайт не будет работать, ничего страшного, вы просто можете зайти на свой кошелек через приложение. Там есть уже приложение для компьютеров, для телефонов, на андроиде, на iOS. Свои уже ноды развернуты. Реально сеть поддерживается, видно, там дорожная карта выполняется даже быстрее, чем там прописаны сроки. Поэтому, друзья, те, кто был в байтексе, не расстраивайтесь, возьмите это как опыт и в любом случае, опять же, кому интересно, можете переходить по ссылке под видео в чат наш. Мы расскажем вам о тех проектах, в которых мы сейчас работаем. Проекты уже с учетом даже того же опыта, который мы получили, и вся наша команда получила в байтекс, хотя большинство из нашей команды сделали там 3-4 икса, по-моему, как бы и, ну, мы после этого уже активно вообще не развивали данный проект, потому что были звоночки, а звоночки, как бы, когда есть опыт, не нужно пропускать. Поэтому всегда нужно заходить в новые проекты, изначально проверенные, с публичными админами и с хорошим, так сказать, бэкграундом. Опять же, почему мы сейчас делаем упор на именно Артери, потому что, ну, человек, создатель данного проекта, он за свои деньги создал полностью блокчейн, свою монету, свой проект. Он не вкладывал никакие деньги в рекламу каких-то продажных блогеров, продажных каких-то СМИ. Он сделал свой проект для своей команды. Он никакой не админ, у него не было там раньше кучи проектов, который он скамит, там, запускает, собирает с инвесторов деньги, скамит их и перезапускает. Это его первый и единственный проект, который он создал для своей команды, для народа, так сказать, народный проект, где там небольшой вход, всего там 25 долларов, можно зарабатывать. Я хочу перебить по поводу того, что действительно человек создал проект, и мы зашли на все готовое. То есть, чтобы вы понимали, да, не было такого, что вот, ребята, у меня там, сейчас будут на старте там расчудесные продукты, давайте, вкладывайте деньги, инвестируйте, как бы, да, а потом мы стартанем. То есть, мы зашли на готовое приложение, на готовый сайт, на продукты, которые уже были готовы к скачиванию, к использованию и так далее. Человек вложил, насколько я помню, по-моему, 30 миллионов рублей, да, из своих, как бы, новых компаний. Поэтому тут, как бы, мы выбирали по определенному уже после байтекса, наверное, критериям, подошли серьезно ко всему, к этому, и учли вообще, в принципе, наверное, все, что можно было учить. Это был хороший опыт по поводу байтекса, конечно. Ну да, да, тут опыт такой интересный, поэтому, друзья, тоже, те, кто заходил именно в байтекс и ждал от него какие-то, может, поздно уже зашел перед самым, так сказать, вот этой всей ситуацией, когда началось, не отчаивайтесь, все впереди, потому что, ну, это опыт, любой опыт, это хорошо. Поэтому, друзья, не будем затягивать видео. Если есть какие-то вопросы, задавайте под видео, кому понравилось, ставьте лайки. Те, кто, кому интересно развиваться, например, в нашем проекте, там, антизарплата 2.0, который мы анонсировали совсем недавно, смотрите информацию под видео, будет чат, заходите, задавайте вопросы. И, ребята, всем до новых встреч. Пока. Продолжение следует...